и снова здравствуйте всем привет и так ролик вроде бы как обзорник на то что есть именно вот в этом файле значит это сериал netflix уэнсдейл и так что тут есть значит есть персонаж с ригом есть скаченный значит контрабас и значит скачет на вот это вот скаченный смычок так что он по стулу все это дело вот таким образом через shift левая кнопка мыши control j объединяется если кому-то это дело надо давайте все это дело посмотрим так что тут нам нужно screencast key end панель так теперь что добавляем значит контрабасу косточку из смычку shift а сочетание клавиш арматура single bone маленькая кость модель у меня большая не подогнана еще значит под размеры ну это делать я пока не буду потом уже готовую модель значит подгоню так теперь заходим в edit mode косточку прямо на всю длину английская а подгоняем под наш контрабас g подставляем подверг почему потому что здесь много разных саптулов все это дело объединено если поставить косточку только на низ все это ну наверное начнет распадаться чтобы этого не было ставим одну косточку все нормально теперь что мы тут еще имеем вирей так вот эти все веры нужно удалить дилит это значит привязка контрабаса так теперь выбираем контрабас выбираем косточку заходим посмотрим выбираем кость control пи делаем боль вот разлетелся контрабас не проблема значит обжиг мод английская с так это значит английская rg подставляется семерка на нампаде опять же подтягиваем к нашей косточке делаем r единица на нампаде выравниваем наш контрабас подгоняем его под размеры большое нам тоже не не пригодится так и уводим но наш вот этот кость так тройка на нампаде подкручим как вот он и был не знаю почему он разлетается наверное еще какая-то привязка тут его на есть так это значит у нас смычок контрабас вайн это лайнер стул арматура но это уже шепцы были замена костей значит так теперь что делаем shift а добавляем арматуру single bone делаем с делаем g подводим значит к нашему вот этому смычку тройка на нампаде r можно косточку значит перекрутить g подтянуть к смычку он тоже составной поэтому лучше косточку ставить на всю длину так здесь выбираем значит наш смычок косточку заходим опять же в post mod делаем ctrl p делаем bon так теперь как это все дело будем делать значит первым делом подставим гражданки стул тройка на нампаде значит подгоняем ей под колено и чуть-чуть наверное прибавим ну чтобы она повыше сидела так выбираем косточку косточку и выбираем рик так лихт свет можно отключить и камера отключена заходим в post mod со всеми вот этими костями теперь выбираем только вот эти две косточки так не отдавать одну вот это будет у нас n значит косточка рикту это будет финджер будет цвет у него бонгруппы значит красный и сижен так а этому выберем контрабасу значит куб назначим куб куб большой надо его в панельке это уменьшить на минуса не уходим ну тут размер можно поменьше поставить косточка большая но будет внизу вот это кость добавляем тоже бонгруппу пусть будет зеленая и сижен красиво так так и вот теперь с этим делом мы можем работать первое тройка на нампаде значит нашу гражданку мы садим на наш стул что нам понадобится под контрабас сделать вот именно так давайте я вот это переключусь в такой вот вид так отводим наши нашей персонажки значит наган теперь семерка на нампаде давайте все это дело перекрутим чтобы не поправлять колени n панель нам не понадобится ну и здесь тоже значит р поширше так да так но у нас теперь присутствует вот это платье можно конечно поставить и симуляцию там еще что-то ну гражданка вставать не будет в принципе можно что сделать зайти скульпт мод шипки поставить прибавить этот ползунок в валу и поставить симметрию x включить значит тянучку и все это делаем попробовать вот так вот аккуратненько где-то через shift текстура конечно нарушится не вопрос нам сейчас не столько текстура нужно сколько вот это зафиксировать вот это положение платья да так так это все колени скрываем даже можно где-то где-то колени приподнять там где-то что-то как-то вот так сделать платье ломается потому что у нее сетка значит не очень такая плотная текстура вы видите что расплылась но это не столь важно главное чтобы верху текстура было а это можно уже подтянуть подкорректировать и все равно это закроется контрабасом вот так где-то еще возможно бака какие-то выпустить ну в принципе смысл понятен платье подгадываем чуть ниже опускаем чтоб там как-то она свисала так вот у нас теперь шипки все это у нас вот можно вернуть в изначальную ну то что шифтом работалось навряд ли наверное да то что шифтом работалось это уже не вернется ну нам это и не надо платье запасное файл будет только для игры на контрабасе повторюсь так что не так все страшно так теперь что нам понадобится выбираем опять же кости 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 я на тут finger маленький начнем с него ну и нашего персонажа так заходим в постмод и подставляем к нашей гражданке значит наш контрабас так это g как бы он наверно большеватый значит можно нажать английскую с g подставить значит вот сюда смотрим как он тут семерка на нампаде установился к одному колену как бы подставляем ну и как бы в платье наверное его заводим единственно нампаде смотрим чтобы уровень пола тоже как бы держался так контрабас можно наверно еще уменьшить большая гитара так теперь наверное нужно подальше вот это ноги еще оттянуть потому что ну чтобы было красиво так типа вот ну хотя бы позу видно на так теперь значит опускаем нашу вот эту руку персонажа нашу и все это дело значит подстраиваем подгадываем так эту руку значит нам надо семерка на нампаде положить на гриф опять же перекрутить подставить пальцы хотя бы приблизительно под какие-то аккорды завести так нормально сидит завести это дело все в гриф и получается что у нас рука принципе больше грифа да значит гриф больше не станет можно чуть-чуть побольше сделать контрабас тогда наверное будет поприкольнее смотреться так также тут есть косточка значит у нас таза мы можем персонажа немножко подкрутить перекрутить его значит в бок увести чуть-чуть так не увести а наверное посадить подальше так ну в принципе хорошо семерка на нампаде грудинку немножко и перекрутим с головой ну и вот такая вот штука как пользоваться теперь значит вот этим смычком это значит g и перекручиваем тройка на нампаде так g где он там у нас как струна у него есть и перекручиваем так еще немножко перекручиваем даже не в эту сторону делаем под углом сразу его нормально надо выставить сделать ему с опять же читом какой-то большеватый так немножко r под кисть выравниваем подгадываем выбираем значит кисть руки и тут уже нужно подвести кисть руки и сложить пальцы как бы вот должны они держать буду тут этот вот этот гриф нам так как бы вот так наверное как этот палец тоже подгибаем по подводим поближе к этому пальцу и наверное заведем за тот палец так ну не суть вопроса в принципе он держит да так теперь нам понадобится согнуть вот эти пальцы это будут они согнутые надо чтобы они еще не уходили в другую сторону так через шифт убираем косточки так еще раз подгибаем но не сильно чтобы они как бы на расслабухе были тогда кости перегнулись не проблема надо их будет открутить так и многовато они перекрутились потому что у нас еще перекрутились вот эти фаланги нужно им поставить чтобы они не крутились по каким-нибудь осям так так один палец можно как бы вперед еще выстоять так для прикола так это дело есть теперь что у нас получается по руке которая будет держать гриф так значит нам понадобится под согнуть значит палец к верху немножко неудобно и вот вот так будет наверно лучше видно так и сгибаем палец это будет какой-нибудь аккорд так надо это дело побольше значит согнуть тогда он будет попадать значит под нашу вот эту штукенцию выбираем три фаланги и как бы просто слегка поджимаем их вперед подкручиваем вот эти верхние фаланги надо нам приподнять чтобы они создавали угол так когда они создают угол тогда мы можем уже сгибать и вот эти фаланги ну вот как бы так было так теперь что у нас по кисти руки маловатый гриф конечно или рука большая ну в принципе руку руку я большой не делал да давайте обыграем а ну кася в косточку с уменьшим кисть руки и тогда у нас вроде бы все работает но выбираем наш контрабас и заводим в кисть руки вот так вот так вот так и немножко кисть руки значит р корректируем ну давайте тогда и эту кисть руки чуть чуть уменьшим и немножко значит подведем поближе вот так вот да наверно кисть руки вот эти будут более менее нормальный нормальный хотя по лицу вроде бы делалось по размеру лица кисть ну все нормально так все вот теперь от этого можно и плясать выбираем всю эту значит конструкцию ставим на первый кадр английская а и о крот начинать нужно значит какой позиции с позиции значит g и вот где то чтобы она как держала вот эту значит смычок и уже готовилась значит его повести вперед так теперь что еще нужно ну как надо руку по научному приподнять ну и здесь у нас что получается здесь можно приподнять ключицу включиться это вот эти косточки вот такая такой угол значит создан так и чуть-чуть что еще можно сделать ну это уже работа значит позвонком вот отсюда уже можно начинать значит анимацию вот такая вот штукенция так анимация будет значит не буду показывать какие или показать ну в принципе здесь все просто выбираем определенные кадры допустим первый на пятом допустим даже не на пятом наверно там на третьем выбираем кисть руки так выбираем наш смычок и значит значит р и г и г и г ведем его вперед вот так пишем а и локрот потом значит выбираем темп г отводим тоже и так а и так это не сюда пардоните на на другом кадре иногда забываю я вот именно переключаться так а и локрот здесь значит уже вступление музыки желательно конечно вот это все делать я вот первый раз делал и значит что я не сделал это не включил музыку и делал просто от балды так это как то так то значит а и локрот ну по примитиву да так также можно здесь заставлять этой ноги как то двигаться но это уже под темп музыки да потом можно двигать контрабас допустим мы его R перекручиваем и значит G переводим или вот на низ значит ставим нашу руку но опять же чтобы не зацепляло кантрабасу здесь вот да так вводим по грифу можно отключать косточки чтобы видеть где тут у нас рука так прописываем еще смычок G A и локрот и вот такая штука у нас получается ну чтобы резкости не было подъема головы вот допустим опуск видите идет резкий то тогда на каком-то кадре желательно вот на этом можно анимацию головы удалить тогда уже получается расстояние побольше можно еще отводить на какие-то места допустим вот вот где-то что-то расширять можно значит на первом кадре сразу вот позу ровную не делать а чуть-чуть уже ее сразу наклонить чтобы она уже готовилась значит к этому так как это к игре так теперь значит R голова значит у нас выравнивается а и локрот ну вот первый значит кадр так и получается у нас вот такая штука все вводится все работает единственное что вот здесь вот можно на этом кадре выбрать смычок и потянуть на себя а и локрот а на этом значит кадре от себя и как бы можно даже R так вот допустим отводим и как бы с подворотом так теперь голову можно приподнять а и локрот ну словом вот такой вариант значит работы с этими файлами и вот она тут наяривает тут можно главную музыку короче включить чтобы знать где она там должна почаще где с протягом делать и слушать музыку и короче под эту музыку уже делать анимацию так ну давайте посмотрим что у меня получилось вот конечно тут еще бы под настрой значит кожу добавить бы и ресницы но в принципе я думаю внешний вид у нее ничего так вроде похожа ну опять же выбрать ракурс где то что то как то может быть сбоку так она лучше будет выглядеть эта анимация ну где то нужно еще будет подкорректировать вот так включу музыку и наверно нужно будет вот какой то замах убрать ну а тело вроде бы мне вот тело нравится и вот как рука вот этот переход между аккордами делает резкий тоже под музыку попадает а вот и движение вот этих руки тут есть задержка да вот нужно ее немножко как бы сделать теркой ну чтобы кого то по струнам туда сюда почаще поводило ну короче вот такой таким вариантом короче так ну на этом наверно все файл не знаю надо выкладывать для скачивания нет в группу в принципе гляжу заходят мало людей а то и вообще не заходят вот так что ну выложу наверное дополнительно вот этот готовый с которым можно уже который можно будет переделать если кто то захочет не с ноля так посидеть а вот именно покадровку тут чуть-чуть пошлифовать ну вот пожалуйста заходите находите постмод желательно выбирать когда будете шлифовать все кости потому что если вы будете шлифовать только вот эту гражданку то смычок уже будет выскакивать у нее из руки возможно и значит контрабас будет по-другому ходить потому что нужно делать вот таким образом выбираете файл выбираете так где он тут смычок так вот тут смычка тут такая кость можно на куб поменять так и заходим постмод английская а и вот вам анимация ее можно значит для каждой группы где-то удалить где-то подчистить ну короче вот такая штукенция и переписать ее словом можно так всем пока так еще один вопрос тут говорят с ютюбом все-таки что-то будет и события не очень радостные значит могут быть после нового года но если потеряемся если вдруг не будет ютюба то хотя бы рутюб останется и значит дзен ссылки в описании подписывайтесь на всякий случай если кому-то будет нужна информация то я ее в принципе думаю насобирал для нормального такого среднего среднего какого-то мульта или каких-то средненьких анимаций ну и хотя бы поглядеть как это все дело делается все всем пока до свидания до свидания